Приветствую вас, давайте же соберем ваш вопрос, посоветуйте, пожалуйста, как научиться отстаивать свои границы, как защитить себя. Мне 23 года, работаю в фирме, руководитель срывается на меня, на мне видя, что я закрываюсь, встаю в супор. Срывается несправедливо, может, вплоть до подзатыльника, а на меня даже в детстве никогда родители не позволяли поднять руку. Удет этой работы, возможности нет, на данный момент, так сложились обстоятельства, в случае срывы, скандалы от руководства, то есть больше не могу привести сильное напряжение в челюсти, в груди и в животе. Такой у нас вопрос. Ну, что же, здесь я должен буду, наверное, сказать следующее. что ваш ступор, он не возникает на ровном месте. То есть, вот вы закрываетесь, встаете в ступор, да, это, ну, не возникает подобных вещей на ровном месте. Вот, то есть, я бы сказал, что это не случайно, что вы встаете в ступор, ну, встаете в ступор. Я бы сказал, что это не случайно. А, я бы сказал, что у этого есть свои причины. А, очевидно, это, эти причины, страхи, вот. Вот, например, страхи о том, что вы говорите, что не можете уйти из работы, так, вожилие обстоятельства, вот. Это и есть, в данном случае, страх потерять работу. Вот, и, соответственно, каким-то образом вы, скорее всего, дали об этом, дали это понять. А, своему руководителю, вот, который понял, что терпеть вы будете любую, ну, любое проявление его, по отношению к вам, вот, он и радует, в кавычках, своей, так сказать, активностью, вот. Поэтому, в первую очередь, нужно определить, что такое ступор, вот здесь. То есть, ну, то есть, вот, буквально, буквально, что он из себя представляет, вот. И дальше уже распутывать этот клубочек. Я думаю, что это страх определенный, вот, ну. Понятное дело, что вариантов может быть довольно. Много, и все эти варианты могут иметь основание, вот. А, значит, все, с чего бы я предложил, наверное, ну, ну, начать. С чего бы я предложил начать. Вот, значит, я бы предложил, предложил, пожалуй, с проживанием вами вот этих чувств негативных. Ну для начала просто в безопасной для себя атмосфере, а именно с психологом. Вот, прожить эти моменты, значит, с психологом, и, соответственно, уже посредством этого преобразовать может быть базовый навык по выражению своих чувств. Я думаю так. Но для начала, конечно, нужно прожить ваши эмоции, да, прожить ваши чувства вам, вам необходимо это сделать. Вот. И там уже будет понятно. Следующее, что нужно, это, пожалуй, определить ваши страхи, то есть, что такое, что из себя представляют ваши страхи. Вот. Какие они, ваши страхи, чего вы так опасаетесь, быть может, боитесь. Поработать. Поработать со страхами тоже нужно. Ну и еще я бы вот сказал, что возможно речь здесь идет о том, что вы реагируете на это из такой детской модели поведение, вот, ну, своей, предполагая довольно сильную несправедливость того, что происходит с вами. Вот. И это, конечно, правда. То есть это 100% правда. Это действительно несправедливо, это действительно недопустимо, но вы реагируете на это вот с обидой. И, вероятно, все каким-то дополнительным, на мой взгляд, чувством. Вот. Вполне возможно. Вполне. Возможно. Вполне. Это дополнительное чувство является неуверенность в себе и какое-то подозрение может быть в том, что что-то вы делаете на самом деле не так. так. Вот. Такой вариант тоже может быть. Что такое супор? Супор это защитная реакция. Нашей психики. Вот. И, соответственно, защитная реакция от чего-то. Ваша психика защищается, здесь не нужно выяснить, как мне кажется. А сделать это можно в том числе вот посредством психотерапии. Вот. Да? То есть, ну, помочь вам. Помочь вам можно. Так, ну, таким образом можно помочь вам, на мой взгляд. Вот. Вот. Как-то. Как-то так. Такой ответ мог бы я вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. То есть, личные границы всегда базируются на некоторой уверенности в себе. Вот. Если этой уверенности в себе нет, то если вы ее не чувствуете, если вы ее не ощущаете, то сначала нужно обратиться. Это самая уверенность в себе. Вот. Вот. Еще очень важный момент заключается в том, что вот в некоторых случаях, вот, например, ну, вот, например, как вот в вашем, допустим, случае, да, человеку, в принципе, особо без разницы. Будете вы защищать там свои личные границы или нет, да, человек особо к вам не прислушиваться. То есть, ну, выбирать вот здесь. То есть, можно защищать личные границы с тем, кто хочет и готов слушать вас. Вот. Вот. А тем, кто не готов слушать вас, вот, не готов к вам прислушиваться и чисто вот на своей раме остается этот человек, например, то в этом случае не делать особо ничего и не остается. Кроме как самостоятельно принимать какие-то решения и действовать. Ну, здесь уже, как вы понимаете, в силу вступает то, что вы не можете с собой уйти. Вот. Вот. То есть, вот. Вот. Такая. Ага. Ну. Не знаю, не знаю, не знаю. Приятно. Получается. 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 И здорово. Вот. Получается. Поэтому. Этот момент тоже нужно прорабатывать. Как мне видится и как мне думается. То, что у вас в семье, ну что-то, было не принято принимать на нас руку, это хорошо? Вот. Вне всякого сомнения, это здорово. Вот. Ну. Судя. Судя. Судя по. Судя по тому, что вы 10 раз вполне могли научить в том числе в таком, знаете, попустительскому отношению к себе. Например, и в какой-то степени завышенным ожиданием вот окружающих. Вот. Это тоже нужно понимать. Если вы вот, ну, например, ждете вот людей, значит, вот того, что они будут вести себя по отношению к вам как-то, ну, лучше. Чем они сюда ведут. Такое вот на место. Пусть и для вас может быть неприятно. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. То есть это то, с чего вы начали бы работать над собой, да? То есть на что бы вы в первую очередь направили бы вот свои ресурсы. Например, если говорить о том, что бы я порекомендовал бы вам, то я бы порекомендовал, наверное, почитать книгу, такую вот книгу под названием «Барьеры» за авторством. Тауси, 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 таусенда. Вот. То есть это upper thousand. Вот имя я. К сожалению, не вспомню сейчас. Вот. Но upper thousand. Вот. А книга называется «Барьеры». Вот. Вы можете эту книгу почитать. Но оно вам совершенно не факт, что поможет, потому что здесь ситуация достаточно сильная, плюс вы уходите в ступор. Вот. То есть это вот может быть очень серьезной проблемой, на мой взгляд. Именно с той, что вы уходите в ступор. Вот. То есть, по сути, сбегаете. И сбегаете, и сбегаете, и сбегаете. Конфликты. Для себя. Ситуация. Вот. Стирается. Такой вот, такой вот момент. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Вот. Будем рады помочь. Всего доброго.